здравствуйте дорогие господа ну вот и подошел к концу 2019 год и хотелось бы подвести некоторые итоги ровно год назад я выпустил ролик 2019 полный прогноз и хочу сказать что основной прогноз сбылся в прошлом году я советовал покупать bitcoin который несмотря на падение концу года дал по итогу 92 процента годовых ростов это если мы будем брать 31 декабря 2018 года когда цена биткоина была зафиксирована на уровне 3890 долларов на момент записи этого видео она равна 7352 доллара и 92 процента роста я считаю это хороший результат если вы не верите спросите например у промышленников предпринимателей строителей у торговцев и они вам расскажут сколько они заработали за этот год но это конечно не победа многие ждали 100 тысяч долларов в этом году многие очень расстроились что мы пока не достигли этой отметки но обязательно достигнем в этом у меня нет ни малейших сомнений альткоин весна которую ожидали крипто энтузиасты не случилось рано как и альткоин лето или осень этого не произошло большинство аналитиков склоняется к тому что она уже так никогда и не настанет час альтов стремительно уходит в прошлое и они всеми своими движениями достижениями новостями в принципе уже заслужили забвение seo рип лапс брэд гарлинг хаус на днях заявил что с его точки зрения останется не более одного процента альткоинов а учитывая наличие на coin market copy на сегодняшний момент 4972 криптовалют а между прочим на coin гк который лично мне нравится больше этих криптовалют отмечено 6454 ну реально будем считать что выживет не более чем 50 или 60 альткоинов доминирование биткоина сейчас составляет 68 процентов и я не вижу никаких признаков того что это доминирование может упасть ну например в два раза и так чем нам запомнился этот год во первых во всех отраслях экономики политики культуры науки спорта мир трещит по всем швам и распадается на макро регионы сейчас рушится и военные и экономические союзы и нарастает противостояние на всех фронтах и назревает война всех со всеми почему это происходит потому что градус мирового эгоизма и непримиримой конкуренции похоже не показывает признаков понижения конкуренция повышается давайте пройдемся по главным отраслям и посмотрим что там происходит в науке окончательную победу одерживает невежество лженаука грантовая наука так называемая и предапокалиптический пост модернизм я бы так это назвал в одном из своих постов я назвал это явление становлением уклада пост правды и я уже писал своем посте что это не значит что с этого момента нам начнут говорить одну только неправду а правду говорить не будут они уже и так этим занимаются ничего нового в принципе не произойдет но количество научных статей например об искусственном интеллекте выросла в два с половиной раза в этом году а также выросло количество конференций по искусственному интеллекту соответственно на такое же количество выросла дезинформация в этой области поскольку я лично считаю что никакого искусственного интеллекта не существует в природе есть машинное обучение большие данные нейросети все что угодно но только не искусственный интеллект как выразился мой хороший знакомый профессор физмата мгу искусственный интеллект отличить от машинного обучения очень просто если продукт написан на питоне это машинное обучение а если на power point это искусственный интеллект ну кто понял тот оценит эту шутку по достоинству в прошлый кризис правительство сша приняло мудрое решение не допустить банкротства красных то есть корпорации amd amd как у нас и называет которая тогда была на грани разорения и государство выделила ей господдержку сейчас можно с уверенностью сказать что конкуренция это хорошо и инвестиции эти окупились теперь amd выпускает самые быстрые в мире процессоры и впервые по 7 нм топологии а уже в 2021 году выйдут первые процессоры в мире по 5 нм топологии а вот на 22 год уже планируется 3 нм процессоры это у компании amd который имеет только научно-исследовательский центр и даже не имеет собственного производства в то же время intel голубые отложил на неопределенный срок выпуск даже 10 нм серверных процессоров потому что у них что-то не получается это первое второе у них не хватает производственных мощностей на сегодняшний день в списке самых высокопроизводительных процессоров в мире первые шесть строк принадлежат красным то есть amd на седьмом месте самый мощный процессор от intel который называется xeon w3175x отстающий мирового лидера райзен 3970x в полтора раза при этом стоит он почти в два раза дороже как видим красная уверенно побеждают голубых это я и вынес в название заголовка этого видео и эта тенденция распространяется на все сферы человеческого общества меч мы сейчас с вами посмотрим как это происходит мировой рекорд от apple компания выпустила самый дорогой персональный компьютер в истории человечества который называется mac pro полная комплектация которого стоит 52 тысячи долларов ну а самая простая она например на российском рынке стоит 7 тысяч долларов чуть больше причем по производительности это самая простая версия вступает macbook pro 16 дюймов который уже продается в наших магазинах и к тому же macbook pro 16 дюймов в два раза дешевле этой самой дешевой конфигурации на процессоре аэнд райзен например 3970x вы соберете компьютер который будет в два с половиной раза мощнее топовые вот этой сырой терке от apple и обойдется он вам ровно в 10 раз дешевле компании apple после ухода стива джобса продолжает терять позиции на рынке в количественном выражении и приобретать финансовом если первый айфон с памятью 8 гигабайт представлены стивом джобсом стоил 500 долларов а старшая модель с памятью 16 гигабайт стоила 600 то сейчас младшая модель айфона 11 про начинается от 1000 долларов а старшая полторы тысячи долларов ну соответственно в россии это две тысячи долларов если в первый год после выхода айфон это было революционное изобретение человечества и он сумел занять 90 процентов рынка смартфона во всем мире то сейчас его доля в количественном выражении в среднем по миру 16 процентов от 45 процентов в японии это максимальный показатель до 11 процентов в испании однако доля продаж смартфона в денежном выражении составляет шестьдесят шесть процентов две трети всех денег в мире собирает apple за свои айфоны для чего и так подробно это рассказываю для того что на этом примере хорошо видно как именно происходит концентрация капитала во всех отраслях в мире где люди стали новой нефтью интеллект стал новым золотом а большие данные big data инструментом предсказания управления которому вскоре будут не нужны правительства и конституции так например в зимбабве президент мугаби в 2014 году предложил белым фермерам убираться из страны поскольку те жировали с его точки зрения и эксплуатировали черное население страны в 2015 году зимбабве начался голод смотрите как быстро и тогда мугабы попросил фермеров вернуться но они не стали в шестнадцатом году зимбабве запросила продовольственной помощи на полтора миллиарда долларов чтобы избежать массовых смертей от голода в семнадцатом году было признано что местным не хватает интеллекта чтобы выращивать сельхозпродукцию в восемнадцатом году власти зимбабве признали что страна не выживет без белых а уже в 2019 году правительство приняло решение выплачивать белым фермерам компенсации которые превосходили и всю ту помощь которая получила зимбабве за эти четыре года голода и фактически были уже очень тяжелыми для бюджета то есть смотрите что произошло понадобилось всего четыре года для осознания того факта что знание интеллект это не эксплуатация а нечто что стоит гораздо больших денег чем урожая бобовых и картофеля в политике произошли самые заметные тектонические я бы сказал сдвиги за последние десятилетия 2019 году впервые за всю 30-летнюю историю цветных революций это главный политический инструмент глобалистов произошли множественные сбои в частности в венесуэле не удалось в чехии молдавии грузии и россии не удалось но конечно это произошло во многом благодаря президенту трампу который по факту стал самым миролюбивым президентом сша в новейшей истории за его спиной стоят национальные элиты страны сша народ сша которые противостоят глобальным над национальным элитам великобритании впервые с 1936 года к власти пришел представитель национальных элит борис джонсон который является по сути копии трампа причем если посмотрите даже из внешние сходства и постепенно европейский финансовый центр перемещается из лондона в берлин в германии подходит последний год правления ставленников глобалистов во главе с ангелой меркель и новая правящая коалиция будет сформирована кем бы вы думали зелеными и о какой ужас партии афд альтернатива для германии опять анти глобалисты в италии к власти естественным эволюционным путем без всяких революций подкупов подлогов пришли те же анти глобалисты или как еще называют левоправые популисты которые выражают мнение большинства итальянского населения и понимают что народу италии не по пути с глобалистами и их проектом единая европа глобальный мир уже трещит по швам и в будущем 2020 году это дефрагментация будет набирать обороты нас ждут самые неожиданные и драматические события началом которым послужит переизбрание трампа на второй срок и неизбежный проигрыш глобалистов в крупнейшем государстве мира естественно что просто так сдаваться они не намерены и мы станем с вами свидетелями первой крупной за всю историю попытки проведения цветной революции в цитадели нашей демократии в соединенных штатах америки оккупай волл-стрит не в счет там были какие-то другие дела она была очень мелкая а вот грядущая революция на мой взгляд провалится как провалилась и попытка импичмента и тогда у трампа будут полностью развязанные руки для возвращения америке в лоно национальных интересов и избавление от паразитическом на росте на теле этой прекрасной страны о формировании новых глобальных коалиций я рассказал в прошлом видео посмотрите кто еще не успел после победы трампа на выборах произойдут основные события фиксирующие новый передел мира где произойдет официально закрепление коалиции и зон ответственности будущей коалиции еще раз предлагаю посмотреть мое видео для тех кто не смотрел у большинства аналитиков не вызывает сомнений наличие большой огромной вероятности обвала американского фондового рынка который так долго и умело создавался мировыми элитами собственно для чего для утилизации все возрастающие миссии главной мировой валюты доллара сша это может случиться осенью 2020 года или даже раньше причем это будет не падение на 5 7 там 10 процентов а именно обвал возможно до 50 или даже больше американский фондовый рынок естественно главный фондовый рынок планеты потянет за собой все мировые биржевые индексы и на рынке появится много так называемых свободных денег дальше ситуация может развиваться непредсказуемо все зависит от того куда двинуться большие капиталы с фондового рынка очевидно что наличное золото не будет способна покрыть даже десятую или сотую долю этого спроса но регуляторы не дадут перевести в рынок драгоценных металлов какие значимые средства они просто этого не допустят однако если давление на золото будет сильным и лондонский золотой фиксинг который в этом году уже практически прекращает свое существование не сможет удержать цены то возможен неожиданный всплеск роста цен на поставки физического золота все фьючерсы и производная с этим драгметаллом будут остановлены либо заморожены и в таком случае ожидается рост цен на другие драгоценные металлы включая платину и палладий ну и также серебро палладий так вырос в этом году на 67 процентов и как драгоценный металл как инвестиционный металл принес огромные прибыли своим владельцам ну надо сказать что этот год был рекордным для роста голубых фишек акции на российском рынке в германии в связи с этим объем анонимной покупки золота будет ограничен с нынешних десяти тысяч евро до двух тысяч евро то есть если раньше любой гражданин германии мог прийти с наличными евро в банке купить золото на десять тысяч евро совершенно анонимно то сейчас это сделать невозможно не более двух тысяч и между прочим это очень знаковый сигнал как и тот о котором я написал сегодня в своем телеграме что в главной голландской газете помещают котировки основных индексов в которых есть биткоин и о чудо там нет золота то есть золото уже не является основным индексом это просто говорит о том что правящие элиты вычеркивают стараются не обращать внимание на этот актив перед глобальным кризисом очевидно что в следующем году мир может измениться до неузнаваемости мы его уже больше не никогда не увидим таким какой он сейчас есть наслаждаемся тем что мы видим весь год проходил под знаменем увеличения контроля регулирующих органов за финансовым рынком и за рынков криптовалют в частности две антимонопольные директивы евросоюза ставят пол полный контроль все биржевые операции на крипто рынках европы а каждый человек владеющий криптовалютой должен будет пройти полный комплекс кей войси и мл более того и даже due diligence и все крипто биржи обменники крипто кошельки и другие крипто проекты обязаны получить лицензии регулирующих органов в своих странах и установить у себя налоговый учет всех операций с криптовалютами этот год стал годом признания основными игроками будущего за государственными стейблкойнами которые будут имитированы центральными банками доля наличных в оборотах в странах европы стремительно падала весь год в некоторых странах особенно северной европы скандинавских уже приближается к нулю практически то есть менее 10 процентов с большой долей достоверности можно ожидать полное упразднение наличных денег в течение ближайших пяти лет в главных экономиках мира включая кстати китай который уже в будущем году запустит крипто юань и возможно первым откажется от наличных денег вообще государственные криптовалюты или даже крипто фиат как его можно назвать станет основным платежным средством в мире в течение ближайших пяти лет и это будет полностью подконтрольный властям денежный оборот который со всей прямотой можно смело назвать цифровым ошейником вот не больше не меньше правительство отберут у людей возможность хранить и распоряжаться своими средствами окончательно когда это случится то это коснется всех и каждого поэтому роль независимых децентрализованных криптовалют резко возрастет но таких независимых и децентрализованных реально нельзя будет запретить но столь же сильно возрастет и контроль за ними многие анонимные криптовалюты прежде всего монера которые уже поддаются такому давлению со стороны сейчас они будут объявлены преступными и поставлены вне закона либо как вариант имплементируют обновление кошельков со встроенными системами цифровой идентификации слежки привязки к ip или личности владельца но в таком случае мы об этом с вами никогда не узнаем это произойдет тихо под ковром ну может быть когда-то выльется наружу контролировать будут всех и вся скрыться тотальной системы слежки будет достаточно тяжело поэтому мой совет вам уже сейчас позаботиться о своей анонимности и своем неотъемлемом праве на собственность как сделать я это расскажу своих новых видео в новом 2020 году подписывайтесь и оставайтесь на связи возможно эта информация поможет сохранить вам вашу анонимность средства или даже свободу мне недавно подарили вот такой вот ноутбук называется он purism librem 13 0 13 дюймовый ноутбук это изделие выпускается в калифорнии американской компании вот достаточно мощный процессор а и 7 16 гигабайт памяти два диска ssd в общем в нем все замечательно но самое главное даже это не в этом во первых большое спасибо сергею который мне это подарил большое человеческое спасибо за такой подарок это особенный ноутбук в котором деактивирован бэкдор от компании intel операционная система лишена вообще любых способов слежки сбора информации кроме того в этом ноутбуке на вот на боковой панели есть замечательные кнопочки которыми можно отключить микрофон камеру вай фай модуль физически то есть ничего не надо лезть никуда выкручивать в обычном своем положении вы просто отключаете физически любые способы следить за ним и кстати этот ноутбук можно использовать как оффлайновый кошелек для хранения криптовалют никто не узнает при использовании firewall и vpn а а здесь это все установлено это будет безопасно вот встроенная программа операционной системы pure os позволит вам чувствовать себя в сети абсолютно безопасно я считаю что мне этот ноутбук очень пригодится когда начиная со следующего года на каждого человека в мире начнут заводить специальный цифровой паспорт в россии эта программа уже начата скоро у нас не будет бумажных паспортов а будет просто так называемый цифровой слепок заменяющий все документы сразу я в принципе сам не делаю ничего предусудительного или незаконного но каждый человек все же имеет право на тайну личной жизни и переписки это записано в декларации о правах человека равно как каждый человек имеет право на владение и распоряжение своей собственностью своими деньгами и эти последние оставшиеся у нас права скоро к сожалению станут частью истории насчет бэк долларов или заднего хода на современных процессорах если кто пропустил мое видео от 15 марта 2018 года который называется как вы потеряете все биткоины то напомню я там подробно объяснил что все современные процессоры intel и md md arc это мобильные процессоры snapdragon или как их apple называет а9 а10 а11 неважно снабжены настоящим самым настоящим бэкдором который имеет прямой доступ к вашему диску системе делает скриншоты копии всех файлов может иметь доступ к вашему ноутбуку или смартфону даже когда тот физически отключен от розетки предлагаю вам посмотреть это видео и вас ждут новые интересные открытия ссылка будет в описании еще одно немаловажное событие человеком года по версии журнала time стала грета тунберг это 16-летняя девочка борющийся с мировым потеплением кто не видел видео грете тунберг у меня есть два видео посвященные ее движению тоже можете найти в описании и посмотреть будет интересно причем грета тунберг борется с потеплением на земле с проблемой полтора градуса она считает что если температура повысится на полтора градуса мы умрем но вот с каждым годом лето в европе все холоднее холоднее я в этом году был в мае в италии поговорил с местными жителями обычно там уже начинается высокий пляжный сезон но в этом году там было девять десять одиннадцать градусов и дожди в мае в июне такого не было еще нигде то же самое происходило в азии в юго-восточной азии климат реально становится холоднее вот сейчас зима и снега не завезли погода действительно меняется но грета тунберг борется с мировым потеплением между прочим она сама стала бороться с изменением климата еще четыре года назад когда было 12 лет но затем была мастерски вписана в систему и теперь является ее частью даже сама не осознавая это а теперь о прогнозах на будущий год все прогнозисты делятся своим личным мнением о том что произойдет будущем во всяком случае им так кажется что они это знают и на любом уровне самые ожесточенные споры всегда ведутся не за прошлое и даже не раз за различные интерпретации происходящего в настоящем а именно за будущее кто-то видит bitcoin равный нулю кто-то считает что он очень скоро будет стоить 100 тысяч долларов и стоит таким двум противоположным мнением сойтись споре как сразу же находится третий который готов спорить с первым и со вторым что они оба не правы и будущего не знает никто но и у этого третьего что интересно есть своя точка зрения на будущее все эти споры способны лишь разделить людей и отдалить каждого из них от подлинных планов потому что будущее не зависит от настроения этих людей а зависит от планов над национальных систем которые они устраивают в отношении экономики и чем больше люди будут в неведении того что на самом деле происходит наверху чем больше они будут спорить друг с другом тем легче ими управлять давайте вспомним историю со строителями вавилонской башни народы построившие вавилонскую башню были наказаны разделением языков сегодня на наших глазах разделением языков наказан каждый человек на земле доказательства этому я нахожу в комментариях под каждым своим видео люди просто не способны даже услышать то что им говорят на родном языке после последнего видео у меня прямо таки появилось желание выпустить еще одно с ответами на ваши вопросы кто-то почему-то сделал вывод на основании моего последнего видео что в россии с моих слов и существует торжество справедливости или что чиновники добровольно отдадут свои дворцы народу я точно этого не говорил даже не подразумевал и даже не намекал на это откуда они это услышали я не понимаю но услышали они именно это там даже целые дискуссии в комментариях развернулись их участники не только не понимают друг друга но похоже не всегда понимают что они сами вообще говорят в контексте общей беседы возникает подозрение что вот эта вся цифровизация когда у каждого отдельный язык который не суждено понять другим людям его понимать только искусственный интеллект что это сделано вот специально потому что этот искусственный интеллект это порождение кучки манипуляторов и он манипулирует каждым в отдельности не позволяя манипулируемым объединиться против манипуляторов вот если взять например дискуссии между народами двух соседних стран большинство участников таких дискуссий не способны договориться ни по одному из вопросов поскольку они хотя и являются вот самостоятельными взрослыми людьми собственными суждениями в принципе психически здоровыми и интеллектуально зрелыми но по сути каждый из них является частью разных информационных систем и эти разные информационные системы совершенно очевидно является частью еще более сложной системы которая стоит над ними и у которой стоят свои задачи а над этой вышестоящей системой есть еще более всеобъемлющая система которая транслирует узкие задачи уже на нижний иерархический уровень и поэтому кажущиеся свободными разумными люди выполняют задачи внешних систем которые безусловно манипулируют ими в окружающем нас мире в себе самих мы можем различить множество систем разного типа это единство целые комплексы ансамбли агрегаты и так далее и тому подобное в каждом человеке и даже в хаосе есть система если внимательно приглядеться правда нужно захотеть это сделать и знать как надо смотреть я повторюсь случайностей и не систем не бывает в природе любой предмет наблюдения можно описать в системных понятиях как некая совокупность компонент структура пространство время поле форма содержание и конечно взаимодействие внутри системы и вокруг нее не удается адекватно описать только хаос являющийся якобы по определению под системой но на самом деле и хаос является скрытой системой в которой проявления не различаются в силу их неустойчивости или по иным зависящим от наблюдателя причинам то есть описание человека который наблюдает за хаосом не в строении хаоса не в его проявления вообще никак не проникают у человека нет возможности осознать своим разумом своим ограниченным разумом эту сложную систему которая называется хаос я привел в своем телеграме недавно пример когда например голубь пролетает утром на тверской улице с его точки зрения все происходящее внизу так конечно совершенно необъяснимый хаос то есть его задача в этом хаосе найти только еду то есть для него это все случайно он не имеет такого понятийного аппарата для того чтобы усвоить эту информацию и понять что происходящее под ним внизу это отнюдь не хаос это стройная система с правилами дорожного движения с дорожными знаками с сложными зависимостями с машинами каждая машина едущая это тоже отдельная система также мы глядя на хаос происходящее вокруг а этот хаос происходит в экономике в политике в отношениях в любой сфере человеческой жизни не можем понять и вот это явление имеет свою отрицательную сторону когда человек исследующий систему приступая к выявлению там формулированию проблемы заранее считает что перед ним не познаваемый хаос в котором отсутствует системность то это не просто ошибка и это даже не заблуждение а чаще всего это установка продиктована чей-то догматизированной парадигмой чужой не вашей и связанной с незрелым мировоззрением или специально сформированная таким образом задача причем в подобной ситуации сам человек исследователь пытается установить собственную систему и никак не может понять что же именно в бессистемном хаосе сопротивляется осуществлению его намерений познать проблему ну и естественным следствием такого мировосприятия становится поиск недоброжелателей врагов злонамеренных сил и конечно они находятся но все эти враги и злонамеренные силы такие не потому что они плохие люди или их плохо воспитывали родители или в школе плохо учили а именно потому что они являются частью системы если вы ищете кто манипулирует например фондовым или криптовалютным рынком им манипулируют точно не злонамеренные люди они неплохие у них нет недостаточной морали там ли еще каких-то качеств которые не достает нет абсолютно не не это они просто являются частью системы они в ней работают и они в ней что-то понимают а сами их системы в которых они работают являются частью еще более высокой системы у которой есть свои задачи и поэтому все эти задачи выполняют связи с этим вот возвращаясь к прогнозам и тем кто их делает нужно понять что без осознания структуры систем в рамках которых работают все управленцы чиновники маркетмейкеры трейдеры владельцы бирж президенты государств главы центробанков и даже простые люди которые до хреботы и руга не спорят друг с другом в форумах и чатах без понимания сложности устройства мира мы просто сами начинаем работать на ту или иную систему которая в свою очередь вложена в другую систему более высокого уровня а то свою очередь более высокопранговую систему и так до бесконечности отстаивая ту или иную точку зрения вы невольно становитесь солдатом в чужой войне для того чтобы системы перестали на вас паразитировать и забирать вашу энергию надо просто перестать и кормить своей энергией своим вниманием своими деньгами необходимо эволюционно развиваться только в ближнем круге своего общения в том круге на который вы можете повлиять а это ваши родные близкие ваша работа бизнес ваш дом ваше здоровье ваши финансы в конце концов ваши финансы это ваши финансы а финансы государства в котором вы живете это отдельная тема вы никогда не сможете их слить вместе пока не станете главу этого государства понимаете и не финансы вашего соседа или мэра вашего города должны вас волновать зачастую люди заняты решением проблем государственного глобального или даже не знаю вселенского масштаба помните этот мемчик как управлять вселенной не привлекая внимание санитаров вот не уподобляйтесь им такие люди они не способны в принципе убрать мусор своей комнате или даже в своей голове желаю вам сохранять спокойствие и умеренное равнодушие к воздействию любых систем лучше выработать свои принципы исследовать им всегда потому что принципы не подводят они не придадут если вы не изменяете мои принципы просты первое не поддаваться панике не совершать эмоциональных поступков перед принятием важных решений лучше взять паузу а еще лучше отложить принятие на следующий день утро вечера мудренее не зря так говорят такая народная мудрость сразу отказываться от всех предложений требующих срочных пожарных мер потому что именно на этом основано вот эмоциональное воздействие на вас а для того чтобы узнать будущее посмотрите на прошлое внимательно подумайте о чем вы последний раз больше всего жалели о том что когда вам предлагали срочно вложиться в какую-то из его вы в него не вляпались или о том что не пошли туда куда вас там звали очень срочно предлагаю вам не верить слепо никаким прогнозам даже тем которые кажутся вам наиболее вероятными и тем о которых все вокруг говорят и вы видите множественное подтверждение ваших догадок или прогнозов желаю вам помнить что есть вечные ценности а есть приходящие и критериям любой своей деятельности советую вам ставить улучшение взаимоотношения с окружающими вас людьми все что у вас есть в жизни вы получаете непосредственно из рук других людей они вам это приносят и чем лучше ваши взаимоотношения с другими людьми тем больше вы получите от этой жизни еще советую не обвинять других людей в неправильном поведении или воспитании помните они просто часть системы которая их выбрала а система никогда не выбирает лучших она всегда выбирает правильных вместо раздражения и споров попытайтесь изучить систему в которой работают эти люди тогда вам станут понятны их мотивы и действия и вы сможете планировать свои действия с учетом особенностей окружающего вас мира на этом я хочу попрощаться с вами до следующего 2020 года подписывайтесь на канал ставьте колокольчик в новом году и расскажу вам от чего зависит ваш успех например в торговле на бирже и это целая наука игнорируя которую вы потеряете много лет и денег подводя это хочу сказать что нас безусловно ждут большие сюрпризы в новом году надеюсь что красные дальше будут побеждать голубых хорошие плохих а лангисты шартистов поздравляю вас с новым годом желаю вам в новом году здоровья счастья успехов мира и больших неожиданных денег они будут все еще будет пока и